Ипотека Сейчас на правительстве будет рассматриваться концепция развития единой системы рефинансирования в Российской Федерации именно в рамках доступного жилья. И по всем прогнозам, учитывая перспектива развития ипотечного кредитования, планируется к 2010 году достигнуть уровня выдачи миллиона кредитов в год. Цифра в принципе вполне реальная. Почему? Потому что ипотека оборота набирает. Значит, уверенность и кредиторов, и физический лист в завтрашнем дне есть. Мы видим это и стабильность государства более-менее, и снижение инфляции, пусть она потихонечку, но она снижается. Плюс они видят, по крайней мере сейчас, пока на агентстве по ипотечному кредитованию, что органы, которые стабильно рефинансируют ипотечные кредиты, тем самым восполняя затраты банка по выданным кредитам, и они могут новые кредиты выдавать. Поэтому все больше участников включается в программу. Поэтому ипотека, мы считаем, она обороты будет набирать, будет вовлекать новых участников ипотечного кредитования, будут создаваться аналогичные структуры нашей. То есть ипотека будет развиваться. И мы это видим на тех же спросах на ипотечные кредиты. У нас даже сейчас в некоторых регионах возникают конфликты с физическими лицами о том, что наши агенты, которые работают там, или банки, они даже не справляются с заявками на получение ипотечного кредита. Что касается ставки рефинансирования, то есть ставки по кредиту, то есть одна из больных проблем. Очень много говорят, что кредит недоступен из-за того, что большая ставка. Снижение ставки, оно вполне возможно. Единственная проблема в том, что ипотека, как у нас в России, так и в любом другом мире, это рыночный механизм. И те популистские заявления о том, что ипотека должна быть дешевой, что должны быть там низкие ставки и так далее, это чисто водой популизм. Потому что в данной ситуации это будет либо дотационная ипотека, либо государство или местные бюджеты должны брать на себя бремя компенсации вот этих расходов кредитора. Почему? Потому что у нас нет ни одной организации, которая выдавала кредиты, за счет бюджета. У нас все коммерческие структуры, и они все свои затраты, которые несут, они должны чем-то покрывать. Так вот, ни одна организация, ни один банк никогда не выдаст кредит по ставке ниже инфляции. У нас, к сожалению, все расходы и все компенсации по этим расходам, они привязаны именно к этой инфляции. На сегодняшний день это порядка где-то на 12% идет. Постепенно снижается, ее хотят довести до 7%, до 5% к 2010 году. Но, к сожалению, выдача ипотечного кредита и ставка, которую по ним устанавливают, она привязана к инфляции. И она привязана к этой инфляции во всем мире. Вот говорят, у нас в России ставка должна быть не выше 7%. Но вы мне извините, чтобы 7% это надо, инфляция не должна превышать более 4%. Понимаете? У нас пока такого нет. Вот много приводят примеров на Америку. Там кредиты всего выдают 5-6% годовых. Так правильно, так извините, у них инфляция там 1,5-2%. Вот прибавьте 3%, 5-6% у них ставка по кредиту. У нас инфляция 12%, прибавьте 3%, ставка 15%. То есть, соотношение вот этой инфляции и ставки по кредиту, она одинаковая во всем мире. Там может отличаться плюс-минус 1%. Но общий показатель, от чего она исходит, он существует. Поэтому, к сожалению, ставка, она будет снижаться. Это наверняка. То есть, при сохранении стабильности развития экономики в стране, она будет снижаться. Но, опять же, она будет снижаться только вслед за инфляцией. Вот правительство запланировало снижение до 2010 года поэтапно. Там 8%, 6% и так далее. Соответственно, что и процент ставки, конечно, будет снижаться пропорционально снижение инфляции. На сегодняшний день, пока инфляция держится в рамках 12%, 11-12%, и ставки по кредиту соответствующие. Несмотря на это, заемщикам, гражданам, не надо пугаться ни ипотеки, ни инфляции. Почему? Во-первых, мы уже столкнулись с ситуацией, когда сами заемщики, которые вступили в ипотечную программу, они уже дают отзывы об ипотеке. Причем, более того, они не просто дают отзывы, положительные отзывы. А они хотят получить новый ипотечный кредит. Уже для расширения той квартиры, которую они приобрели на ипотечные средства. Почему? Потому что, простой пример. Они взяли кредит, когда квартира стоила, допустим, 50 тысяч долларов. Прошло два года. Сейчас эта квартира стоит 150 тысяч долларов. Но ведь платеж по кредиту не изменился. Процентная ставка не изменилась. Более того, у него сумма долга уменьшилась, хоть и платежи одни и те же. Но у него возросла стоимость квартиры, поэтому если он ее сейчас продаст с разрешения залогодержателя, допустим, чтобы погасить кредит, взять новый кредит и так далее, он останется более того в прибыли, причем в значительной прибыли. Это первое. Во-вторых, по данным Госкомстата у нас у людей из года в год растет доход. Понимаете? То есть у него платежи по кредиту не меняются, они постоянные. Но у него растет стоимость жилья, которую он купил, и растет его доход. Поэтому говорить о том, что выгодна ипотека или нет, вот при таких сравнениях, ну, наверное, выгодно. Что касается роста цен на жилье сначала. Да, цены выросли. Никто этого не отрицает, но рост цен был связан с тем, именно всплеском спроса на ипотеку. Потому что появилось очень много желающих, очень много банки стали кредитовать, и появился спрос, естественно, на жилье. Произошел всплеск. В прошлом году мы знаем, что этот всплеск, он затормозился, более-менее цены стабилизировались. И даже тот рост, который сейчас наблюдается, или будет наблюдаться, мы его прогнозируем как очень незначительный. Очень незначительный. Почему мы его прогнозируем незначительный? Во-первых, уже стоимость жилья действительно достигла тех пределов, которые дальше поднимать уже. Потому что и так уже сейчас разница, например, себестоимость построенного жилья, да и продаваем, она в 2-3 раза превышает разницу по цене. Это во-первых. Во-вторых, сейчас активизировалось строительство самого жилья. Вот, например, по нашим данным, по нашей программе, да, по сравнению с 2003-2004 год, у нас рефинансирование ипотечных кредитов, которые были выданы на строительство жилья, они увеличились в 2 раза. За 1 год только. То есть, рост строительства идет. Что касается доступного жилья, да, проблема такая существует. Но я так думаю, что эта проблема существует в основном только в крупных городах, такие как Москва, может быть, Санкт-Петербург, там, другие какие-то, где действительно сильно развита инфраструктура, где люди имеют большой доход. Потому что Москва – это особый город. Я бы его, например, не брал в качестве примера по строительству жилья, потому что тут действительно люди имеют доход, который, ну, практически, наверное, не сравним ни с одним регионом. И, соответственно, под этот доход ведет строительство. Почему элитное жилье строится? Ну, вы сами понимаете, что, опять же, возвращаясь к теме получения прибыли и хозяйственной деятельности любого предприятия. Для них задача одна – это получить как можно больше прибыли. Естественно, чем дороже жилье, тем организация больше получает доход. То, что доступного жилья в Москве строится мало. Да, это все знают, эта проблема есть. Вот, поэтому мы пытаемся, по крайней мере, и заключать соглашение, и как-то решать эту проблему. Но я еще раз говорю, что Москва – это специфический регион. Вот, поэтому, конечно, тут проблема, возможно, такая есть. Значит, у нас задача только одна – это те банки, которые участвуют по нашей программе ипотечного кредитования. Значит, многие из них вкладывают деньги в строительство объектов. Вот, объектов – это много квартирных домов. Естественно, они же, эти же банки или другие банки, которые с нами работают, предоставляют кредиты населения на приобретение квартир в этих домах. Вот, поэтому мы в своих переговорах, которые ведем с банками, сейчас у нас активно очень ведется работа по расширению сети банков, которые готовы участвовать в ипотечном кредитовании. Вот, мы в первую очередь уделяем внимание на возможность строительства жилых домов именно по доступным ценам. То есть, жилья, которые может приобрести любой гражданин, а не только тот, кто имеет там большие деньги, большой бизнес там и так далее. То есть, не только элитное жилье. Вот, но я еще раз говорю, что указывать мы, естественно, никому не можем. Вот, поэтому те банки, а, как правило, все банки имеют отношение с какими-то застройщиками, да, вот, там, где такое жилье строится, они, конечно, активно пропагандируют вот именно ипотечную схему. Но по Москве пока это получается не совсем. Тут, что скрывать, это факт. Уже, говорится, специфический город, поэтому проблема есть. И хоть говорят, что предпринимателям, бизнесменам и так далее, которые имеют большие деньги, да, им ипотечный кредит не нужен, это не совсем так. У нас есть очень много закладных, которые вот мы рефинансируем, которые возникли из ипотечных кредитов, полученных именно людьми, которые имеют свой бизнес, вот, и берут ипотечный кредит на покупку квартиры. Конечно, они приобретают не малогабаритки, скажем, да, или там не дешевое жилье, они приобретают в основном дорогое жилье, вот, но почему они пользуются услугами ипотеки? Во-первых, я уже объяснил, что это выгодно с точки зрения цены жилья, роста доходов и так далее. А во-вторых, просто бизнесменам, им не всегда выгодно отвлекать большие деньги на покупку жилья. Потому что дорогостоящие жилье, например, вот даже взять Москву или Подмосковье, да, квартиру в доме, она стоит там от 7 до 15 миллионов рублей, в зависимости от того, там, размер квартиры, местонахождение и так далее. Понятно, что сразу вытащить эти деньги из оборота своего бизнеса, это, в принципе, очень накладно для любого бизнесмена. Поэтому, если он возьмет ипотечный кредит, он, во-первых, гораздо меньше понесет затрат, вот, и он на своих деньгах, которые у него в обороте, он заработает гораздо больше прибыли, вот, получив вот этот ипотечный кредит, чем выведет деньги из оборота и сразу их пустит в покупку квартиры. Поэтому у нас такие случаи есть, бизнесмены берут, вот, и довольно-таки успешно и работают. Причем, более того, они, как правило, досрочно гасят кредит, потому что эта схема предусмотрена во всех случаях, вот, досрочно гасят кредиты и живут в квартире, по крайней мере, и прибыль имеют, и квартиру имеют. То есть, у нас вот ипотека, она предназначена для любой категории людей. Другое дело, что, почему мы делаем акцент именно на доступности жилья, потому что понятно, что люди, которые имеют большой доход, да, они могут купить квартиру в любой момент, вот, а люди, которые со средним доходом или ниже среднего, у них это проблема. Вот, естественно, та задача, которая у нас стоит, это задача обеспечить именно эту категорию людей возможностью получить квартиру. Поскольку, если есть принятие нового жилищного кодекса, вы знаете, да, что, ну, у нас фактически бесплатное жилье уже предоставляться не будет, только определенную категорию. Поэтому, вот, наша задача именно постараться обеспечить с помощью ипотеки именно эту категорию людей в жилом помещении. То есть, те, кто имеет доход средний ниже среднего. Постепенно, вот, по крайней мере, по тем планам, которые сейчас заложены, вот, по мере того, как рынок начнет развиваться и более новые участники на рынок будут приходить, агентство планирует заниматься уже, ну, это скорее всего, где-то после 2010 года заниматься ипотечным кредитованием уже, ну, населения, которое вообще имеет самый низкий доход. Ну, это, как правило, пенсионеры там или лица, которые даже и работают, но имеют, там, заработную плату на уровне прожиточного минимума, где-то вот такая категория. КОНЕЦ